Кресла из актового зала 10-й школы, стулья из клуба по месту жительства «Факел». Кто-то принес книжные полки, привезли шкафы. Не так давно Совет ветеранов переехал в помещение на Пенерской 20А. Но все, что тогда досталось новым постояльцам, это голые стены. Оборудование помещения требует значительных затрат. Подали на субсидии из областного бюджета под названием «Нам года, не беда» проект. И мы выиграли конкурс на сумму 218 тысяч рублей. Общественная организация «Совет ветеранов» существует в нашем городе чуть больше двух лет. За этот небольшой срок она стала центром общения ветеранов всего города и сейчас насчитывает почти полторы тысячи человек. Руководители стараются разбавить монотонную жизнь пенсионеров живым общением, праздничными концертами, чаепитиями, экскурсиями. Мы хотим, чтобы они приобщались и более активно участвовали в городской жизни. И потом, чтобы их морально-психологическое состояние не ухудшалось, а наоборот, чтобы поднять им настроение. С проектом «Чрез общение к активной жизни долголетию» Петр Филиппович Ульянов подал заявку на городской конкурс грантов социально-ориентированных некоммерческих организаций. В итоге бюджет Совета ветеранов пополнился еще на 100 тысяч рублей. Полученные средства пойдут на организацию экскурсионных поездок и оборудование комнат Центра общения ветеранов. Мы хотели бы, чтобы наш центр работал не два раза в неделю, а хотя бы три-четыре раза в неделю, хотя бы по четыре часа. Чтобы сюда приходили люди не тогда, только когда мы их зовем, но и когда им хочется, например, прийти газету почитать. В планах открытие собственной библиотеки и комнаты досуга, где бабушки и дедушки играли бы в шашки и шахматы. Также встречи с ветеранскими организациями других районов области и соседних республик. А еще участие в различных творческих конкурсах и городских мероприятиях. Активисты Совета ветеранов собственным примером доказывают, что на пенсии жизнь не заканчивается. Она просто становится другой, но не менее интересной. Елена Крискова, Владимир Лисов, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.